МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. 5 мая, четверг. Это 798-й день аннексии Крыма. Время новостей. Премьер-министр Турции Ахмед Давыдоглу уходит в отставку на пост председателя правящей партии справедливости и развития и фактически премьер-министра рассматривают кандидатуры нескольких министров действующего кабинета, один из которых зять Эрдогана Берат Албайрах. Партия вступает в новую эпоху. На нашем совете, согласно 70-й статье устава, было принято решение провести внеочередной съезд. 70-я статья дает право мне, как председателю партии, созывать съезд. Я объявляю о проведении внеочередного съезда 22 мая, на котором я не намерен быть кандидатом. Партия должна провести съезд в единстве и ни в коем случае не допускать дебатов. Ведь судьба партии справедливости и развития – это не только судьба самой партии, но и судьба всей страны. Правительство Армении одобрило законопроект о признании республики Арцах, то есть Нагорного Карабаха. Об этом сообщает сайт news.am. Месяц назад между Арменией и Азербайджаном возобновились военные действия. По информации ОБСЕ, в конфликте погибло по меньшей мере 33 человека. Ранения получили более 200. Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году в связи с массовым движением за присоединение к Армении. Это привело к оттоку из региона этнических азербайджанцев и фактической оккупации азербайджанских территорий Ереваном. В Европарламенте проведут дебаты о нарушении прав крымских татар на полуострове. Этот вопрос стоит на повестке дня следующего пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. Дебаты по Крыму и принятие соответствующей резолюции состоялось 12 мая. Состоится, простите, 12 мая. После аннексии Крыма России украинские международные правозащитные организации постоянно сообщают о нарушениях прав человека на полуострове. Однако российские власти Крыма и Кремль эти обвинения отвергают. В Украине стартовала информационная кампания «18 мая. Мы все крымские татары». К годовщине депортации крымскотарского народа. Лозунг кампании «Я пережил геноцид». Ее цель – рассказать украинцам и международному сообществу о трагедии народа. К траурной дате Министерство информационной политики Украины подготовило 5 видеороликов. 18 мая 1944 года в Среднюю Азию отправили первый эшелон с крымскими татарами. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. Ей было 8 лет. Утром 18 мая 1944 года солдаты ворвались в ее дом и посадили вагон для скота, чтобы через три недели выбросить в среднеазиатских пустынях. Спустя полвека Сувады-Ханум вернулась в родное село Айсерес и заново прожила драматическую ночь, как и 70 лет назад. В 30 секундах боль, разлука с родиной на полвека и долгожданное возвращение. На этих кадрах крымские татары – свидетели депортации. Так в Киеве презентовали кампанию. 18 мая всеми крымские татары приводили к родной депортации. На широкий загал показать, смотрите, вот такие обличия. Это наши летние люди, которые пережили эту страницу истории. За своей внешностью они представляют разные регионы Крыма, от Певденного узбережья до степовой частины Крыма. В первую очередь она направлена на украинцев, у которых сегодня точно есть запит, на то, чтобы дознаться про наш народ, про культуру этого народа, про историю этого народа. Истоки депортации берут начало еще в 1783 году, когда было анонсировано государство крымских татар, крымское ханство, рассказывает истории Гульнара Абдулаева. 150 лет коренной народ вытесняли с собственной земли в Турцию, а в депортацию в 1944-го почти половина народа погибла. В то время, когда на фронте гибли лучшие сыны этого народа, в Крыму стариков, детей и женщин депортировали, вывозили из Крыма в вагонах для скота. И в результате этой операции погибло более 46,2% человек. По сути, это был самый настоящий геноцид крымско-татарского народа. Видеоролики планируют показывать на центральных, частных и региональных каналах. По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, установят около 300 билбордов и ситилайтов с изображением 10 фотографий, свидетелей событий 1944 года. Эта акция – часть стратегии по возвращению Крыма в состав Украины, уверена член Мишлиса Гаяна Юксель. Это часть стратегии по возвращению и деоккупации Крыма, поскольку крымские татары – это своеобразный ключ для Украины для возвращения оккупированного полуострова. Трагизм ситуации в наши дни заключается в том, что, к сожалению, та беда, которая пришла в дома крымских татар в 1944 году, повторяется и сейчас. То есть параллель депортации 1944, оккупация 2014 – это та реальность, в которой находятся наши люди, наш народ. Самый крупный митинг – День памяти жар-депортации планируется провести на административной границе с оккупированным полуостровом на Чангаре. В плотную и укротной земле съедутся крымские татары, херсонщины и Запорожской области. Жар-депортации вспомнят в Киеве и во Львове. 18 мая в Крыму российские спецслужбы могут устроить теракты и обвинить в них крымских татар. Такую информацию выложил на своей странице в Facebook крымско-татарский активист Эрфан Кодусов Бешуэли. Человек на доверительном основании сказал, пожалуйста, не будь вот 18 мая, пожалуйста, вот в четырех-пяти местах города Симферополя. Это Куберский рынок, это Москальцо и два-три больших торговых центра. Симферопольских. На вопрос, почему, она сказала, значит, что там возможны теракты, которые якобы крымские татары готовят. 18 мая в Крыму говорить о трагических днях депортации крымско-татарского народа будут исключительно через взгляд российско-имперской идеологии. Такое мнение высказал в эфире Крым Реалии член Меджлиса Ильми Умеров. С первого дня оккупации власти страны-агрессора запрещали крымским татарам устраивать массовые мероприятия там, где они проходили много лет. А лидер крымских коммунистов Леонид Грач считает, что запрет на проведение траурных мероприятий станет возможным из-за того, что в Москве мало внимания уделяют крымским проблемам. В Крыму еще сохраняется, тогда надо было бы сказать, пожалуйста, вы хотите провести на площади Ленина 18 мая. Мы понимаем, что это за дата, насколько она важна для вас и так далее. Проводите. Наверное, проведут какие-то занятия в школе, где будут упоминаться о депортации, но упоминать о ней будут с точки зрения российской идеологии. Это, в общем-то, очень опасная тенденция, потому что в этой стране все через идеологию войны проходит. Мы уже как-то от этого начали отходить в последнее время. Сейчас мне очень жалко наших детей, которые остались в Крыму и учатся в школах. Но это все нам придется исправлять. К другим новостям. Зарплаты водителей Симферопольской станции скорой помощи урезали на треть. По их словам, если в ближайшее время зарплаты не повысятся, они уволятся. Угрожают массовыми забастовками. В администрации говорят, не хватает денег. Финансирование скорой помощи на этот год уменьшили на 200 миллионов рублей. Стимулирующие вообще не дали. Получил 4 аванса и 9 получки. Это получается 13 200. Получилось у меня общий зарплат. Когда я получал, 21, 22, 18 бывало. Но меньше 18 не получал. А это вообще скатились на мед. А зарплата же не только водителям резко упала. Она упала и медицинским работникам. У всех нет стимулирующих ноль. Начиная от санитаров, водителей, главных врачей и так далее. Для каждой медицинской организации они прописаны свои правила. Скорая помощь получает за застрахованное лицо. Действительно. Но не застрахованных у нас масса. Просто катастрофа. И за них, соответственно, денег пока мы не получили. Окупационные власти Крыма оштрафовали на 1 600 000 рублей. То есть на 24 000 долларов севастопольского предпринимателя, который не поставил на обязательный миграционный учет туристов, которые проживали в его мини-отеле. Российская администрация Крыма часто повторяет, что на полуострове созданы все условия для отдыхающих. Однако по факту продолжается жесткое давление на всю туристическую отрасль. В оккупированном России и Крыму с каждым годом растет уровень коррупции. В прошлом году возбуждено 310 уголовных дел. В этом году только в первом квартале возбудили более полусотни уголовных дел. Наибольшая сумма взятки около 10 000 долларов. Абитуриенты из Крыма и зоны АТО смогут поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания. Об этом сегодня на заседании правительства заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. По ее словам, кроме дополнительной сессии ВНО для детей с оккупированных территорий, разработали список высших учебных заведений, куда можно поступить по конкурсу. ВНО для детей, которые живут на оккупированной территории Крыму, а также на неподконтрольных территориях зоны АТО. Потому что эти дети для нас очень важны в смысле будущей реинтеграции этих территорий в Украину. И мы должны сделать все для того, чтобы они имели доступ к высшей области в стране. Окроме дополнительной сессии, которая предназначена влитку, из внешнего независимого оценивания, которая предназначена для тех, кто, например, не сможет сейчас скласти его. Мы предназначили, соответственно, изменения до условий приема на основе принятий законов в парламенте для таких детей, чтобы они могли потрапляти до певных университетов за вступными испытаниями. На конкурсной основе, но это те университеты, которые эвакуированы из зоны АТО, и те, которые находятся на территории Донбасса, отже страждают тоже от малой количества абитуриентов. В Киеве будут праздновать 7 мая. Как сообщают организаторы, государственное предприятие «Крымский дом» – праздник, символизирующий начало посевных работ, отметят на Крымской поляне в рамках фестиваля «Паска-фест» на Владимирской горке. В аннексированном России Крыму «Хадр-Лес» праздновали 3 мая. Представители Меджлиса крымско-катарского народа заявили, что отказываются принимать участие в празднованиях «Хадр-Леса», организованном российскими властями Крыма. Стоит ли возвращать Крым и почему? С таким вопросом наши журналисты обратились к жителям столицы. Как оказалось, большинство все же хотят вернуть Крым в Украину. Стоит ли возвращать Крым и почему? Конечно, стоит, потому что это Украина. Безусловно, стоит. Территорию исторически сложились украинские. Наш Крым. Потому что это наша родная земля. И мы его вернем. Это все равно, что отдать Киев и отдать Крым, и Донецк – это одно и то же для меня. Крым? Ну как это? Ну, наша территория. Обязаны возвратить ее. Давно родилась. Мы 70 лет. Крым наш. Да, конечно. Нет. Если палец гнил, его отрезают. Я считаю, что нужно вернуть Крым в Украину, потому что изначально это территория Украины. Пусть люди сами себе смотрят. Им возможность дали сейчас жить при России, жить с Украиной. Пусть они решат. Они же сами туда хотели. Хотели умереть в Советском Союзе, скатертью дорогу. У нас правительство недостойное, оно не сможет его вернуть. Он был на дотации, правда? А мы сегодня как Краина. Как вы не вильный Крым? Татарам вы домой. Честно, затрудняюсь ответить. Вообще я аполитичен. Ну если Крым наш, почему кому-то дарить или просто отдавать? Это же самая изюминка нашего государства. Нет, я думаю, не стоит, потому что нет необходимости в этом. Конечно, стоит возвращать Крым. Да. Ну потому что это украинская земля. Крым это Украина однозначно. Обязательно. И возвратить татарам его надо. Это законная украинская территория. Там живут украинский народ, который хочет быть в Украине. Поэтому я думаю, мы должны за него бороться. Зачем этот прицеп? Притом с жителями, которые ненавидят материковую Украину. Зачем он здесь? Я лично считаю, что Крым это Украина. Украина без Крыма, а это не Украина. Да, конечно. Конечно стоит. Боже мой, это даже не вопрос. Это украинская земля. Не знаю. Там люди живут уже своей жизнью. В Крыму. В Украину они отсоединились. Наверное, уже не хотят. И треба добиватись, чтобы вернули Крым Украину и вернули этим коренным народам татарам. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова